Хей-хей! Всем привет! Я Игра Глаз. Сегодня продолжаю наше приключение в замечательном мире языка C. Сегодня научу вас компилировать в Notepad++. Notepad++ это самый лучший вообще редактор. Если честно, я в нем пишу код, а дебажу его уже в Visual Studio или C++ Builder. Мне тут больше всего нравится писать. И тут можно очень удобно компилировать одним касанием. В прошлый раз я показал, у нас прошлое видео было про то, как поставить компилятор GCC. Мы уже из командной 40 запустили наш первый Hello World. Кто не смотрел, обязательно посмотрите. Ну а сегодня вот как вот отсюда запускать. Во-первых, есть, конечно, такой плагин NPP-exec и им пользуются для таких целей, но на самом деле все гораздо проще. Под плюс-плюс не нужны вообще никакие плагины, тут все уже есть. Тут есть такая штука как Run. Да, вот если мы нажмем на F5, она запускается. И можно тут, в смысле, все что угодно запускать. Только это делается несколько хитрым способом. Если мы просто попробуем тут запустить компилятор, а ничего не происходит. Это я уже нажал свою волшебную кнопку и тогда вот оно происходит. То есть нам нужно тут, соответственно, сначала все начинается от командной строки. Мы запускаем тут CMD вот таким образом. Да, вот если мы так сделаем. Оп, запустил CMD. Ура. Теперь мы в этот Run делаем, чтобы у нас был режим CMD, чтобы запускать различные команды. И теперь вот если мы уже запустим GCC вот таким образом, то он уже вот его запустит. Но проблема в чем, то что он запускает его не там, где нам надо. Соответственно, что мы делаем? Мы должны прописать тут путь. Для этого мы делаем CD и копируем путь к нашему файлу исходного кода правой кнопкой. И тут вот... Где тут? Вот. Current Deer Path to Clipboard. Копировали, вставили в кавычках. Теперь, если мы это запустим, мы видим, что он уже приходит в нужную нам папку, где наш .c файл лежит. Дальше. Теперь уже можно попытаться запустить компилятор. Как это делается? Вот. Берем и ставим i. То есть два апперсанда ставим. И тут уже мы можем ввести команду gcc1.c и запустить ее. Фишка в том, что он просто ничего не пишет, но как бы он это сделал. Если мы сделаем dir, мы увидим, что файл у нас тут есть, наш .a. Соответственно, мы можем его запустить и увидеть, что происходит. Но мы можем сразу все это настроить. f5, вот gcc1c. Дальше еще апперсант. Как бы апперсантом отделяются операции. Следующая операция после gcc мы хотим запустить, собственно, наш скрипт. А. Ну или a.exe, чтобы было понятнее. И вот таким образом он его хренак и запустил. Еще лайфхак. Тут вы можете сделать, чтобы он автоматически потом закрывал окно. То есть у нас вот k, когда у нас slash k, он оставляет терминал, возвращает терминал. Если мы сделаем c, то он терминал закроет. Да, он сделал все и закрыл. Ну вот, чтобы это посмотреть, мы делаем, чтобы это увидеть. Get char, get char. Сохраняем. Запускаем. И вот мы видим, что вот он запустил приложение. И вот мы его можем закрыть. То есть вот есть разные моды. slash c и slash k. Дальше. Что еще можно сделать? Ну, естественно, нам это очень неудобно все запускать. Вот так вот руками f5 нажимать, потом нажимать кнопку run. Мы можем сделать это все на горячую кнопку. Для этого мы вот в этом вот f5 нажимаем save и выбираем, какую кнопку мы хотим. Например, ctrl f9. Называем ее compile. Ну, как-нибудь называем. Неважно. И все. Теперь, если мы нажимаем ctrl f9, у нас он запускается автоматически. Этот скрипт очень удобно. Да? То есть таким образом вы можете вообще не использовать никакую IDE и спокойно все делать тут. Единственное то, что тут дебаггера нет, но его на самом деле тоже можно сделать. Но я использую в качестве дебаггера, собственно, что я использую? Visual Studio Code. Но это если что-то такое простенькое, я вообще не очень его люблю. Если жесткий баг какой-то, я использую C++ Builder. Он вообще рулит. Для дебаггинга самая лучшая вещь. Ну, про это мы поговорим в следующих видео. Сейчас все вот, так сказать, начальный код, весь можно писать тут. И не только начальный. Я вообще все пишу в Notepad++. Такой извращенец. Но он очень быстрый. Вот я сейчас на даче. У меня древний тут совершенно компьютер. И мне очень нравится все писать в Notepad++. Запускать все через GCC, через терминал, без всех этих IDE, которые жрут электричество и время. Буду ждать ваши комментарии. Пишите. И не забудьте подписаться на канал. Будет еще много полезнейших видео про программирование на языке C и не только. С вами был Игра Глаз. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok